Я перешла вот из той части, которая более цивилизованная. Перешла вот эту дорогу, Эвенюю. И сейчас я вот в этой части, которая тоже является Мэрин Парком. Вот сейчас проедут люди на таком квадроцикле, или как это называется, не квадроцикл, но квадровелосипед какой-то, квадробайкл. Вот они сейчас проедут. И я перешла в ту часть, которая более дикая. У меня в одной руке велосипед, поэтому, сори, камера будет немножко как бы дергаться. Сейчас я возьму другую руку. Так, наверное, возьму. Хочу показать, как будет там у нас. И вот. Вот так интересно. Видите? Они вот там берут... Ой, ворона, надо же. Какая. Или это не ворона? Нет, это не ворона. Это какая-то стица. Они вот там, в той части, берут вот эти велосипеды и приходят сюда кататься. Кстати, по-моему, это были как раз ортодоксальные евреи, которых здесь очень много, в районе Марин Парка. Они... Здесь много домов. Я не могу сказать, что прямо очень вот эта часть Бруклина является исторической собственностью ортодоксальных евреев. Нет, но здесь их много, меньше, чем в Боро Парке. Это считается Геррицон-Бич, наверное, Геррицон-Бичерия. Ну, вот в районе, там, скажем, Медвуда их тоже прилично, но все равно не так много, как в Боро Парке Бруклина. А вот как раз я хочу сейчас сделать, показать вот этот вид замечательный. Это вот уже как бы здесь соленая вода, соленая вода. Может быть, она частично сбавляется какими-то пресными источниками, но, в принципе, это уже из океана сюда немножко идет, такой залив. То есть океан будет вот там где-то, в той стороне. Или вот в той стороне, вот так, наверное, скорее. Потому что... Я сейчас не могу сориентироваться. А вот те ребята, вот с лодками, вот там, не знаю, видно или нет, они как раз мне встретились, а теперь они идут, вот эти лодки туда притащили. И вот, что я хочу сказать еще немножко про ортодоксальных евреев, это то, что, в принципе, хотя их здесь много, но... Вот я там хотела сделать видео в той части парка, но не получилось. Но неважно. Там как раз вот сидели люди, мусульмане, на поляне, мамы с детишками. И это было, ну, как бы такой контраст. Как раз мимо шла группа ортодоксальных евреев. Тут же сидят мусульмане, тут же много русских людей, русскоговорящих, я бы сказала, русскоговорящих, много людей. И, не знаю, там, и пакистанцы, и у нас тут Эвенюю, оно... Эвенюю считается традиционно китайским кварталом. На Эвенюю все магазины китайские. Поэтому, значит, много очень китайцев. Ну, то есть, я что хочу сказать? Как-то все мирно-мирно уживаются. Никто на религиозной почве не скандалит. И вообще, если хочешь научиться терпимости и терпению, и всех принимать, как они есть, и всех любить, как они есть, то, мне кажется, Нью-Йорк – это уникальный город. И уникальный, в общем, мир. Даже мир в какой-то степени. Вот какая красота. Вот наши русские люди. Я слышу русскую речь. Здесь музей небольшой. Чайка летает. Вот сейчас, странно так, какой-то отлив вот там. Иногда он... Я вижу, что вот, когда я здесь бываю, иногда вот этот... Уходит как бы вода. А иногда наоборот. Все заполнено и то место, и затопляется. И вот, видите, если камни вот эти черные, это вот досюда поднимается уровень воды. Просто удивительно, что... Ну, видимо, так же, как прилив отлива в океане. Потому что здесь, я повторюсь, это все-таки вода, которая идет из океана. Может быть, здесь есть какие-то источники, какие-то родники, они, может быть, и бьют здесь. Но... Не знаю. То, что здесь соленая вода, я думаю, что это сто процентов. Потому что она каким-то образом идет от океана здесь. Так, эти товарищи... Или это другие, наверное? Другие. А может быть, эти же самые. Мы-то не... Да, наверное, это та же самая семья. Сначала мальчик, а теперь, видать, папа. Поменялись, и папа не везет. Ну, ладно, я иду вперед. Они меня сейчас обгонят. Я ему ступлю дорогу. Пусть. Я не спешу. Вот там рентинг. Там вот рентинг. Велосипедов. Вообще, вот я что хочу сказать. Как бы, хоть и евреи, но... Ортодоксальные пусть евреи, но... Они достаточно спортивные, как я посмотрю. Они никогда... Они всегда в юбках. Женщины всегда в юбках. Длинных достаточно. Чёрные обычные юбки. Может быть, иногда серые. Но они достаточно спортивные. Вот я вижу их часто бегающими в парке. Я вижу даже их иногда в спортзале. Они одевают такие, как бы, гетры. И сверху юбка. Ну, то есть нельзя сказать, что они прям совсем такие вот в своей религии и больше ничего. Нет. Достаточно. Достаточно. Да, у них всегда очень много детей. Семь, восемь, девять. Я помню, когда у меня была практика в госпитале, где... ОБИ-юнит. ОБИ-юнит. Это... Как бы родильное отделение по-нашему. И я помню... Устал. Устал, да? Устал. Русская мама. И там была мама, вот, которая родила ребенка. И она вот те два дня, что... Два дня, которые положено проводить в госпитале, она сказала, что в это время, за эти два дня не приносите мне ее. Кормите там в Мерсере, кормите ребеночка и ко мне, пожалуйста, не приносите. И нам как-то это было так. Нам показали. Ну, так как мы туда в Мерсере входили, она сказала, вот этого ребеночка к маме не приносить. Его кормили, за ним ухаживали. Но мы как-то были удивлены. Все студенты, все были очень удивлены. И профессор наша... Кстати, замечательный был профессор. Очень-очень я ее колебила. Она была афроамериканка, или так выглядела, Black American. Но она настолько была добра ко всем, и ко мне в том числе. И это очень выделялось на фоне других, к сожалению, афроамериканс. Были у нас хорошие профессора, у нас были всякие профессора. И не все были sweet среди белых, не все были плохие среди темнокожих, скажем так. И вот эта профессора, она всегда застряла внимание на всех вопросах. Прям с вниманием относилась, когда кто-то что-то спрашивал, привлекала всеобщее внимание к этому вопросу. И как-то я побуждала, побуждала в том, чтобы шло общение. Ну, в общем, замечательная была женщина. Вспоминаю о ней очень добрых слов, потому что там еще и был один-один момент, который я, может быть, расскажу, как она меня в первый же день отправила на Кесарево. Изберила свои трубы, роды, все. И был первый день участия в этом процессе. Пассивное, конечно, пассивное участие, но просто это было настолько желанным для всех студентов. И я оказалась вот в числе этих счастливчиков, которые тоже все увидели. Это просто было удивительно. Но я вернусь к вопросу о том, что вот эта вот чуящая еврейка, она сказала, что ребеночка ко мне не приносите. И мы такие удивлены вот этим моментом. Она говорит, вы знаете, она приходит вот каждый год, каждый год в один же госпиталь на эти два дня. И у нее, может быть, уже дома, она так предположила, она так предположила, что у нее, может быть, уже дома 8, 9, 10 детей, и она вот так хочет эти два дня просто выспаться, просто отдохнуть. Она знает, что дальше у нее будет вот такой вот домашний конвейер из стирки, готовки и всего остального. И она просто вот, как бы это у них принято. Она говорит, это не что-то экстрадинавное, это принято среди артиллерсальных евреев, когда уже не первый ребенок, не второй, не третий, то как бы они просят не приносить, не ведет эти два дня, а вдохнуть. Такая вот интересная вещь в жизни. Мне кажется, приятно сказать, что я работала с разными национальностями и с артиллерсальными евреями, работала клиентами более в офисе, и я могу сказать, что в принципе они достаточно полезными, достаточно отверстия, и такие обычные медитации, которые записаны. И выехать на велосипеде за этой чертой. То есть я думаю, даже как-то я не увидела, было только когда-то маленькое, я не увидела, первый раз сказала, что я здесь была, я поеду на велосипеде. и остановила меня какой-то женщина, ренчер, или, не знаю, она была в этом костюме, этого парка, и она меня остановила и сказала, sorry, давайте, только можете ходить, держа велосипед. Ну и вот, вот это вот красивый такой у нас здесь мусей внутри. Вот, пожалуйста, кто скажет, что мы в Нью-Йорке можем. Сейчас не очень красивая вода, потому что сейчас отлив, вот какие-то камни выступили. Обычно, я просто удивлена сейчас, обычно вот этих столбов не видно вообще. Сейчас я подойду, здесь стану. А, это что-то удивительное. Это что-то удивительное. Я видела здесь отливы, но чтобы так сильно. Вот этих столбов не видно абсолютно никогда. Было немножечко, но это очень сильный отлив, потому что вода обычно вот до сюда, до самого запорчика. Вот здесь это все закрыто водой. Вот там сейчас уточка. Пожалуйста. Вот видите, мы в Нью-Йорке, у нас вот и петухи, и утки, и канадские гуси. Кого только нету. Стип, да стип кругом. Вон там на байдарках пытаются, как бы они не напоролись на что-то своим дном. Вот, пожалуйста. Люди едут, они сейчас доедут до открытого океана, наверное. Ну, залива у нас тут, в принципе, как бы не совсем открытый океан, открытый залив. Открытый океан вот там. Я не знаю, здесь, наверное, будет не видно. Вот сейчас вот этот вот мост, он идет на Фараковый. И вот там открытый уже океан наступает. А мы немножечко защищены заливом, как бы такое вот настроение получилось нашего Кони Айленда. Там, я имею в виду та часть, которая к океану убрали. Она такая, что не очень открытая немножко. Но это, с другой стороны, спасает нас от всяких сильных холодов. И даже вода там пробивается больше летом. А пусть теплее вода, чем там в воду. Вот чайки, вот уточка. Вы даже тут цаплю видели. Так интересно было цапли. Две цапли стояли. Это вообще была фантастика. Вот, пожалуйста. Вот я просто хочу сделать это видео, чтобы показать, какой Нью-Йорк разный. Вы же тоже в Нью-Йорке. И вы знаете, я уверяю вас, это не какая-то глухомань на окраине Нью-Йорка. Это не какая-то глухомань, поверьте мне. Это просто вот такой парк. Это называется Мэрин парк, Солт марш, Nature Center, вот здесь написано. И здесь нельзя ничего срывать. Ни травинку, ничего. Нельзя никакую животность, конечно, ловить. Нельзя никого тут убивать. Гусениц там всяких и прочее. Вот написано, чтобы не было никакого мусора, не кормить никого, никакого огня. Не забирайте животных. Четвертый пункт. И не забирайте растения. Ходите по вот этим дорожкам. Вот видите, о них специально не... Хотя здесь было какой-то реновейшн или что-то они тут делали, или это пара-тройка лет был закрыт этот парк. Но вот они оставили вот такой вот насыпь, вот такой, не знаю, какой-то мелкий-мелкий гравий, что ли. И вот это вот мудр, чтобы не было никакого асфальта. Нельзя вот никаких мотоциклов, нельзя никаких велосипедов. И написано, что везти велосипед вы можете. Идти рядом с велосипедом вы можете. Ну, в смысле, везти его, но не садиться на него. Собаки должны быть на поводке. Ну, это как бы логично, потому что они убегут тут за каким-то ежиком, за каким-нибудь... Какой-нибудь уточкой рванут. Это запросто, наверное. Никаких алкоголя, никакого алкоголя. И нельзя ловить рыбу. Вот это мне последний пункт. Меня, конечно, это удивляет. Нельзя ловить рыбу. А я вот там сколько раз видела, как люди ловят рыбу. Вот на тех камнях. Значит, они вот на тех камнях ловили рыбу. Во время приливов, конечно. Потому что здесь вот сейчас абсолютный-абсолютный какой-то необычный отлив. Так, чуть-чуть пройдусь еще вперед. Там мостик такой красивенький. Он был построен как раз после. Вот идет в какой-то камуфляжной, камуфляжной форме какой-то мужчина. Здесь много народу гуляет. Я сделаю вот так вот. Очень красиво. Как-то вот здесь сейчас трава вот эта, она еще такая сухая, это прошлогодняя. Они потом то ли скашивают здесь, то ли что. И здесь получается такое буйство растительности. Сейчас пахнет здесь немножко как бы такой солью и вот этим как бы болотцем, что ли. Но вообще вот здесь удивительно, удивительно. Девушки запутались, они думают, что они не могут понять, куда им идти. Ну ладно, разберутся. И вот когда здесь вот эту траву, ее скосят потом, насколько я знаю по предыдущим, это вот осталось с осенью. Вот представьте, вот осенью вот здесь вот эта трава была выше человеческого роста. И здесь начинают цвести летом, осенью, ну какие-то необыкновенные такие плевые, плевые травы. Получаются полевые совершенно запахи, запахи такой вот природы. Так, ну вот здесь, конечно, сейчас некрасиво, что говорить, некрасиво, но обычно здесь очень красиво. Ну вот когда я решила сделать видео, тут почему-то некрасиво. Ну, это реалити-шоу. Вот там вот дали уточки плывут. Они даже не могут сюда забраться. Обычно вот это все закрыто водой, и уточки плавают здесь, поверьте мне. А тут сейчас какая-то грязюка и болот. Ну что делать? Как есть, так есть. Потом, может быть, я сделаю еще видео, когда будет все очень красиво. Вот какой-то прям ручей какой-то. Ой, вот я вижу вдали, вдали, там прямо искрится вода. Так красиво, и уточки плывут, но ничего, не достать туда. Вот, идем дальше. Я немножко там пройдусь. Здесь гуляют люди, гуляют. Тут кругом вообще дома. Тут, нельзя сказать, что это какое-то дикое, вот это место. Вот это место, удивительно, что его сохранили. Видимо, вот здесь какие-то соленые, такая совершенно песчаная почва, и поэтому мужчина сидит, читает. И когда вот, вот эта вся сухая трава, она в конце концов станет зеленой. Вот это все скосится здесь, и будет очень красивая зеленая трава. Может быть, я сделаю видео в контрасте. И, видимо, вот это вот пойдет вверх, трава. И будут тут какой-то можжевельник, какая-то полынь, запахи, такие полынь 100%. Потому что я вообще вот прекрасно помню, как это нельзя срывать, но я срывала. Полынь, запахи изумительные. Вот так идешь, поле, русское поле. Ой, вообще. Вот такой он необычный Нью-Йорк. Город контрастов, и так оно и есть. Можешь увидеть что угодно, кого угодно. Вспоминается анекдот. Как бы, сейчас вот пройдут люди, расскажут анекдот, потому что не поймут, почему я разговариваю с телефоном. Вот это дерево такое интересное. Напомнило мне дерево из... Как же это пустыня это называлось? Когда я была в путешествии в Калифорнии, Невада, Аризона Юта. Вот там в пустыне вот такие вот деревья маленькие. Ну, это не это дерево, но напомнило мне. Короче, анекдот. Скажите, вертолет летит. Здесь, кстати, часто вертолеты. Ой, говорит, ну, расскажите, вот что это вообще, вот что это за город в Нью-Йорк? Что это за город? Ну, говорит, объяснить можно анекдотом. Напали на Нью-Йорк, на планетяне, какие-то наземные, лодочка тоже, какие-то наземные, какие-то наземные существа. В общем, бросают какие-то огненные шары, и все взрывается. Переворачивают машины, там откусывают головы людям. В общем, страх и ужас. И в Нью-Йорке оказались туристы из других городов Америки или, может быть, из других стран. И они вбегают, один из них вбегает в полицейский участок, машет руками и говорит, что это происходит? Что вы здесь сидите? Почему вы не на улице? Что это вообще такое? И усталый такой полицейский отрывает голову свою от отчетов и говорит, это Нью-Йорк. Что вы хотите? Это Нью-Йорк. Вот такой вот. Здесь бывает всякое. Вот видите, какая красота. Ну вот, хотя и весна, здесь еще не передают все это таких запахов. Ну что ж, я пройдусь сейчас чуть-чуть и пойду назад. Может быть, там еще сниму. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok.